всем привет кто меня смотрит и кому это интересно очередное видео о поливе катосетума и в этом видео я сейчас покажу поочередно как мы поливали его в прошлый раз вы смотрели видео сейчас будет маленький кусочек на следующий день как он выглядит и видео как я его поливала через неделю это было вчера воскресенье сегодня понедельник и опять как он выглядит сегодня после полива и расскажу чем я мотивируюсь как я его поливаю почему его так поливаю чисто мое такое мнение это не значит что я права что это руководство к действию и отвечу на вопросы которые были под прошлым видео насколько я могу сейчас я вот туда сниму так он все время висит сегодня у нас немножко пасмурно а так он солнце получает каждый день и он не горит так сегодня 21 августа будем смотреть как изменились псевдобульбы у катосетума который периоде покоя как я считаю вчера был палит 20 августа ну вот он так сразу поправил сам висит он у меня на солнце видно до прямое солнце самого утра и наверно часов до 4 не горит и ему так нравится сколько я смотрела видео о том как они растут в природе там на пальмах так под открытым небом так вот его мамашка сейчас перевешу так и это бабка по моему да вот она еще чуть-чуть морщинистая сейчас его отсюда сниму посмотрим ближе так вот маманька налилась стала чуть лучше выглядеть бабка тоже но и про бабка тоже то есть таких морщин как вчера у них не было еще чуть-чуть они нальются вот и сейчас посмотрим субстрат корни растущих много 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 еще корешков вот тут хорошо видно так у нас сейчас жарко вот так сколько у нас сейчас 11 утра 26 и 4 будешь и жарче дальше то есть вода испаряться будет очень быстро у него завтра он уже будет сухой и вот так он себе заполнил заполнил свои резервуары влаги и сам будет стоять сухим пока не покажет что ему достаточно или недостаточно чтобы опять надо влаги я посмотрю на его псевдовольбы и следующий болив будет уже когда сморщится он посмотрим сколько терпеть он будет сколько ему надо для того чтобы по этой жаре сейчас еще у нас лето тепло в этот сезон сколько ему надо будет времени до следующего полива так всем привет воскресенье 26 число в понедельник мы поливали его и вот показываю вам как сморщились бульбы опять то есть он хочет пить это бабка и мамка и прабабка он уже вчера хотел пить но я так и вчера мне некогда было и я всегда так немножко день два оттягиваю сухой 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 но корни видите кончики живые растут он еще в активной фазе такое наедаться набираться запасов на период покоя для цветения и так далее но это чисто мои такие умозаключения он видно хорошо еще тоже корешки растущие сам он крепенький хорошенький свою дозу кажется мне еще больше поправился с последнего но он сейчас и так это еще набирает самое главное чтобы морда опять не треснула и поэтому я сейчас стараюсь контролировать поставила убрала поставила убрала вот сколько прошло ну с понедельника вот неделя да когда он опять захотел пить что я сейчас и буду делать ему давать ему попить опять же тут та же смесь тот же коктейль тоники и немножко удабление чисто так у меня тут сегодня многих полив залив потому что последнее время не было нормально их хорошо полить всех только брызгала брызгала хорошо вчера нас вообще дома не было почти целый день с утра до ночи и хорошо дождик прошел там как-то их по увлажнял вот ну вот сейчас он постоит пару минут и я его выташу так пробуем сейчас посмотреть ну вот видно да корешки сразу наполняются водой и верхние тоже не знаю что он пить хотел так пусть пока пьют так ну и сейчас мы его посмотрим вчера я его поливала сморщенные бульбы вы видели вчера и теперь бульбу сегодня видите как разглаживаются морщинки сегодня он еще немножко влажный потому что у нас немножко похолодало вчера было всего 19 градусов ну а также можно наблюдать что многие корни уже подсохли ну и субстрат уже такой не влажный как вчера был так вот его папка так это бабка это мамка это еще какая-то пра 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 так а тут у него еще была где-то совсем попробую сейчас я а вот так вот видно вот это это тот который наверно начиналось все его дерево ну вот она уж совсем сморщилась она еще в этом году после периода покоя была такая до вода бодренькая жирненькая ну а теперь все отжила свое потихонечку отсыхает ну и вот сам потосету сам молодой рост который набирает сейчас питательных веществ влаги запасов для периода покоя он практически так минуточку мне надо эту девушку прогнать так сама псевдобульба вот мне кажется еще больше наверно потолстела набирается и запасает питательные вещества на период покоя так теперь я объясню как я его поливаю и почему его так поливаю значит в период роста да начинает он расти было где-то в этом видео к атосетам или кого-то я поливаю можно посмотреть мой плейлист как я за ним ухаживаю как и все растения требуют много и воды и удобрений то есть это тот строительный материал без которого невозможно хорошо вырасти и я его поливаю после того когда субстрат просох катосетум цветет из молодого роста и он растет одновременно свой растит одновременно свой рост и цветонос потом расцветает и доращивает псевдобульбу для следующего цветения для следующего года продолжение рода так скажем и вот когда и начинает формироваться бульба его уже от момента когда она еще растет молодая то есть постепенно увеличивается низ и так далее и так далее когда выходит два последних листа вот это уже все рост закончился и происходит только наливание бульбы как мы это говорим набирание накопления питательных веществ это тут его запас на период покоя чтобы можно было прожить этот период покоя вперед когда не так сильно много влаги и так далее да что же это такое манюня ну ладно будем так сниматься и в этот момент я считаю вот это вот как все говорят про сушка сушка я этого слова не понимаю я понимаю что если этот период должно быть просто меньше воды то есть он уже он уже вырос и ему так много воды не надо и эта вода нужна только для того чтобы ну там не умереть от засухи и все и я его уже поливаю не тогда когда субстрат просох а когда он захочет пить то есть когда он показывает когда эти бульбы большатся сейчас еще очень жарко он у меня как то вот такой у него период цикл и у всех растений у всех катоси там в разный период цикла он уже созрел но у нас еще тепло было бы хорошо его сейчас поставить более прохладной температуры и он бы требовал бы не так бы много воды но так как сейчас тепло и жарко я ему таких условий предоставить не могу поэтому я его поливаю только тогда когда он показывает что вот он морщится и накопительные вещества то есть теряются у него те в моих видео можете посмотреть как он пережил период покоя абсолютно бодренький и хорошенький первый период покоя он у меня жил в ванной в условиях теплых засухи батарейной и точно так же его поливала последний период покоя он у меня был при температуре дробь ему при температуре 15-11 градусов и очень-очень редко я его поливала конечно же зависит все это от окружающей среды насколько высыхает субстрат потому что листья у него есть процесс фотосинтеза и все остальные у него жизнедеятельности идут листья он у меня не теряет во время покоя все вот эти как правило желтеют и отсыхают и вот эти и три-четыре листа у него остается в период покоя и сбрасывает иных только после того когда начинает растить молодой рост как я это понимаю ну вот как вот я объясняю да называемая их морковка овощ да так же как и овощи вот если сравнить допустим морковь картофель да выросли они и если их собрать раньше времени и положить в подвал когда еще допустим у картошки и морковки хорошо счищается кожура сгниет а если хорошо она созрела да еще по сухой земле выкопать эту картошку или морковку и в хороший подвал положить да при правильной температуре да еще и с проветриванием конечно она долежит правильно до своего периода и вовремя включатся часики когда нужно расти то есть весна пришла хоть в подвале и света нет она начинает расти только она будет плохо расти какая она будет расти если опять не будет правильных условий не посадить ее в землю не поливать там не дать воды и так далее ну вот я такую аналогию провожу точно и с растениями особенно те которых есть период покоя длительные не накапливают впитательные вещества и еще я хочу сказать что вот у нас сейчас лето заканчивается и вот многих я читаю вижу как говорят и слышу что вот осень а он еще растет а куда ему деваться нельзя привязывать наш сезон к сезону растения но сам узнает когда ему расти когда ему спать просто посмотреть по растению и поливать или не поливать соответственно свет или не свет а по поводу света еще хочу сказать что период покоя мой без подсветки абсолютно нормально и потом весна начинается та же без подсветки то есть как то я не знаю может у других по другому у моего и цветет и растет все без подсветки то есть вот этого периода лета нашего когда он растет набирается там из вызревает ему достаточно этого всего и солнца и не надо отправлять насильно растение на покой пока оно не наберет все что ему надо вот это да что ж ты делаешь так а теперь ответы на вопросы так значит мне светлана джаз нас орщит много вопросов она задавала значит зависит ли часто полива от температуры конечно же зависит чем жарче тем идет быстрее испарение и окружающая среда конечно чаще он захочет пить и как часто такой полив делать как я уже сказала в период как бы покоя когда бульба уже вот наливается вызрела да я поливаю только тогда когда он показывает ему недостаточно влаги по бульбах сморщинились полила а в период роста когда он растет я поливаю когда субстрат почти просох так такой полив нужен если я правильно поняла только если старый бульбы сморщил и начал росток трещать по швам нет росток будет трещать по швам ну не росток а уже бульба так как она наливается да она разрывает вот эти кроющие которые потом и листья эти потом отсохнут как бы они в период покоя ему не особо будут нужны если он все наберет полностью как хомяк за свои щеки для периода покоя все что ему надо то есть это автоматически разрываются так листья не только у Катасиету ну во всей Катасиету моей группы так а не потому что сезон роста остановился и листья начали желтеть вот еще раз говорю что у моего листья не все опадают то есть нужно смотреть по растению вот уже вот вам вызревшая бульба и поливается она сейчас только потому что от жары и нету таких благоприятных условий более прохладных чтобы он спокойно переносил этот период и я его поливаю то есть восстанавливаю тот запас ему для зимы сейчас еще как похолодает но он и просыпается у меня рано в декабре он уже начинает просыпаться то есть у него свой цикл и соответственно его цикл я его и поливаю и удобряю поливала я его вчера тем же коктейлем что и в последний раз то есть через неделю так следующий вопрос а если листья еще зеленые нужно ли меньше реже поливать уже сейчас в августе вот опять же в августе в сентябре в июле все зависит от цикла растения если оно уже выросло все листья зеленые вот как сейчас мой и у него свой такой цикл и все может быть зависит от условий содержания падает листья не обладает если конечно его сейчас поливать не буду специально сделаем уперед покоя типа все пусть спи конечно все попадает нужно же как-то себя сохранять вот но я ему корни в этом году не обрезала и вижу что это намного лучше то есть корни и поливался он намного но реже чем в прошлом году позапрошлом году когда я все корни обрезала потому что старые его корни все таки там были и рабочие какие то соответственно естественно там подмирали и вот они были там как и запасающие влаги отмершие корни и как удобрение для него же самого а если так можно подождать до ноября ничего ждать не надо нужно ждать по растению вот это пишется ноября но это его классическая там вырос он и в ноябре период покоя но это классическая схема может быть у них на родине или просто а вы смотрите по своему растению если оно выросло и сейчас я его буду активно поливать загниет оно и треснет вот как в прошлом году я не досмотрела морда треснула перестоял больше чем надо воды получил а когда оно еще растет полив соответственно конечно ему нужен я сейчас принесу покажу свой второй цикнодес он еще растет вот цикнодес он еще растет вот еще листья еще не все вышли и как я уже говорила эти морковки начинает формирование бульбы еще при росте то есть вот его утолщение конечно же такой цикнодес я поливаю сейчас его по мере просыхания субстрата а не по мере того как бульбы его морщатся вот его всегда бульбы это он у меня стоит тоже на солнце посмотрите какая желтая его как бульба тоже желтеет гладенький абсолютно нормальный но вот у него еще и корни растут посмотрите кончики какие то есть он еще он живет да и в период покоя он не живет а просто входит в такой в такую фазу когда питательная когда не пьет не ест отдыхает перед тем чтобы опять начать расти такой уже у него цикл так следующий вопрос то есть не надо смотреть август это ноябрь поливать не поливать принудительно загонять его там в период покоя когда растение еще к этому не готово по поводу малявки как малявки ну не знаю как малявки таких малявок у меня именно не было но те малявки которые у меня были поэтому много дендробином котлейных ага сейчас покажу лекасту вот на лекасте вот маленькая лекаста то что я делила свою рассказывала свою котле и вот она сейчас растет одну я уже отправила а эта вторая тоже скоро уедет вот смотрите она укоренилась как сама хорошо и поливаю я конечно она сейчас растет по мере просыхания субстрата уход такой же как и за взрослыми растениями но так как оно маленькое кажется что больше ну не кажется так оно есть что больше ему внимание надо потому что во время периода то есть потому что мы их садим в маленький горшочек если большой горшок посадить не но в принципе можно и в большой в любой посадить соответственно нужно тогда правильно поливать чтобы не испортить корневую систему и растение в будущем не сняло а такой уход больше потому что садим в меньший горшок и соответственно он просыхает быстрее полив тогда чаще вот и все но я вот не вижу разницы большого и маленького какой уход также удобрения но удобрения больше нужны сейчас для роста таким так у меня одно растение вообще не проснулось не пойму что ему нужно уже поставила в более светлое место жду огромное спасибо за ответ но тоже бывает по-разному некоторые бывают долго просыпаются некоторые бывают меньше но для того чтобы оно проснулось все таки наверное нужно создать ему условие это это тепло влажно и светло и псевдобольба у меня вот случилось несчастье сейчас покажу вот оно мое несчастье помните я купила катаситум экспаном желтыми цветочками на выставке в Бельгии да он так долго отсвел и долго лежал я ему обрезала тут все корни естественно были сухие и случайно я там в теплице занималась своими делами переложила его на солнце и забыла убрать и он сгорел вот это вот место видно вот оно тут уже не живое то есть я не резала ничего не обрезала он сам тут как-то все саккумулировал сам все зажило и осталась вот живая часть тут и тут живая но при том он дал мне два роста которых я удачно обломала тут был рост и тут был рост вот теперь не знаю если у него еще запасные почки выживет он или нет или он может еще ага вот наводим резкость я даже не видела я думала может он дать вот что-то просыпается кейк то есть если какие-то живые ткани остаются он все равно по своему периоду плохо видно не могу навести резкость вот видно да вот что-то еще пытается посмотрю как это будет детка расти как она выживает вот так вот случайно испортила жизнь испортила жизнь одному котисетам так еще были вопросы момент так еще вопросы от орхидушки и мы марина тоже пишет что у нее проблемы ван де лайт растет молодую бульбу с середины роста ну это вот как я вам сейчас показывала то есть если почки ростовые там позгнилили отсохли что-то случилось или не нравится ему субстрат часто такое тоже бывает не только ему у многих растений начинают растить где-то повыше псевдобульбы новые росты у молодого роста корни пропадают одним словом загадки для меня а почему вот корни могут пропадать я по своим растениям наблюдаю очень часто что я вам показывала что я делаю другие совсем посадки когда не нравится субстрат корни доходят от субстрата и начинает куклиться и пропадает естественно это период роста корней недостаточно и они не работают так как надо чтобы растение росло и растение конечно нормальным не вырастает корневая система не формируется нормальной все что нужно для растения для роста и поэтому мой вывод такой и совет подберите ему субстрат правильный чтобы ему удобно в ваших условиях было расти это не зависит от того в теплицах они растут или в квартире они растут катосетумы растут прекрасно в квартирах мой этот первый рос в квартире и этот первый тоже если покупала они росли в доме первое время эта же теплица у меня появилась совсем недавно еще и года нет с февраля месяца мы были в теплице сейчас улица ну вот до этого все жили в доме такие теплолюбивые ну вот и все думаю что ответила я на ваши вопросы еще раз повторю в период роста когда оно растет и растение чтобы наесть это и вырасти хорошо хороший полив обильный полив это значит я поливаю его после того как субстрат почти просох или просох бывают тоже такие моменты там если он на один день там просох опять поливаешь ничего если там не долго не поливать такие просушки делать как сейчас он будет морщить листья и будет тормозить в росте а когда вот бульба сформировалась да вот это тресканье по швам то и говоришь она еще доливается наливается набирает там и солнечной энергии и света и всех питательных веществ чтобы пережить период покоя вот то я его поливаю только тогда когда бульбы материнские там бабки прабабки морщится то есть он сам себя просушивает он не требует воды столько много как в период роста если его в период роста так не поливать так поливать раз в неделю то конечно там или если будет морщить и не вырастет нормально ну вот и все надеюсь на ответила на все ваши вопросы если вам понравилось ставьте лайк задавайте еще вопросы будем вместе думать как выращивать правильно кота сетумы чтобы они цвели и радовали нас всем хорошего дня или вечера пока пока пока